В эфире Beauty Time. Всем здравствуйте! В ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. Тенденция в макияже – яркие, широкие, четко очерченные брови постепенно сдают свои позиции. Тем не менее, повышенное внимание к бровям сегодня актуально как никогда. Об идеальной форме в натуральном цвете и о том, каким образом все это создается – в самом начале выпуска. Макияж с акцентом на брови по-прежнему актуален, но вся сложность заключается в том, что сделать этот акцент ярким и выразительным на нежном, неконтрастном лице довольно сложно. Этот процесс требует от мастера высокого профессионализма. Брови – это немаловажный акцент на нашем лице, и ухоженные, красивые, оформленные брови, они могут в корне изменить вашу внешность. Сегодня я хочу вас познакомить с новым брендом High Definition, с новой процедурой по созданию идеальной формы бровей. Данная процедура состоит из нескольких этапов. Первая – подготовка, затем идет оформление бровей краской, коррекция воском, коррекция нитью, завершающий, мы уже дорабатываем пинцетом и подбираем макияж. Бренд High Definition родом из Англии. Это инноваторская технология оформления бровей и линия декоративной косметики для профессионального и домашнего использования. Продуктов High Definition очень много. Эта серия включает в себя большую коллекцию. По уходу наносим краску не по форме, а чуть выше, для того, чтобы прокрасить их мелкие пуховые волоски, чтобы затем впоследствии создать идеальную форму. Мы можем смешивать краски и создавать какие-то новые формулы, новые оттенки. Краска прокрашивает только волоски. Пигмент на коже не остается. Теперь мы приступаем к следующему этапу. Это коррекция воска. Корректируя брови воском, можно удалить даже самые тонкие волоски. Эта процедура позволяет ходить с ухоженными бровями до месяца. Следующий этап – коррекция нитью. Нить специально покрыта антибактериальным средством. Для чего мы работаем нитью? Мы будем удалять мелкие пуховые волоски, для того, чтобы сравнять границы. Сейчас мы нанесем профессиональную антибактериальную пудру, которая снимет покраснение и успокоит кожу. Процедура закончена. Это вам подарок от Хайти Финишн. Что вы можете сказать по процедуре, по ощущениям? Безумно комфортно. Натуральные брови. Спасибо вам большое. Безусловно, учитывается форма лица. Подбираем цвет, соответственно, относительно его типа кожи. Бровями мы, соответственно, можем как вытянуть лицо, так и сделать его более округлым. Для поддержания формы бровей Хайти Финишн предлагает клиенту широкую серию декоративной косметики для домашнего ухода. Мне не требуется каких-то профессиональных навыков. Девушки вполне могут справиться самостоятельно. Вы смотрите программу «Бьюти Тайм». Продолжаем выпуск. Две самых распространенных ошибки в зимнем гардеробе – это изобилие темных тонов и табу на цветные принтованные ткани. Комплект в светлых тонах всегда смотрится трогательно и деликатно, и при всей визуальной легкости может быть очень теплым и практичным. К счастью, холодных дней, не омраченных осадками в виде мокрого снега, у нас предостаточно. Носить такие комплекты лучше всего с верхней одеждой и обувью, на пару тонов темнее и которые не сильно контрастируют. Идея многослойности по-прежнему актуальна. Остроты добавит соединение в одном образе 3-4 деликатных оттенка. Это удобно, потому как не нужно подбирать с тон в тон, и по сегодняшним меркам делает комплект более сложным. Добавит образу изящества сочетание легких шелковых с объемными фактурами крупной вязки. Подобные комплекты, безусловно, разнообразят зимний гардероб и будут уместны во всех вариантах стиля кэжу. В деловых ситуациях в светлых тонах все же лучше заменить на традиционные темно-серые и синие. Дом эстетики и медицины «Формула». Все, что нужно для красоты, легкости и хорошего самочувствия. Мы работаем, чтобы вы были стройнее, моложе и счастливее. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Соне Кривой 30. Детский благотворительный фонд «Андрюша» представляет «Голос без границ». Концерт Игоря Монаширова. От классики до джаза. 24 ноября. Концертный зал имени Прокофьева. Заказ билетов 235 75 55. Обслуживание в салоне красоты в идеале гарантирует клиенту определенный уровень сервиса, а также стандарты качества. Как все это реализуется в действительности, мы решили узнать на примере рядовой услуги маникюра. В модных кругах эта команда известна своим участием в различного рода проектах. Масштабных и локальных, собственных и организованных кем-то еще. Сегодняшний праздник уютный и семейный. Повод три года со дня открытия. За эти три года столько проектов было, такое ощущение, что мы уже лет 15 работаем. У нас очень дружный коллектив. Это дорогого стоит. Это моя вторая семья. Мы дружим уже три года практически с открытия этого замечательного салона красоты, который с завидной периодичностью помогает нам во всех проектах. Команда творческая, команда интересная. И это всегда подкупает, когда тебя приглашают на мероприятие, когда помимо того, что идет работа в салоне, есть еще какие-то фэшн-вечеринки. Я пришел за супругой, захожу, мне говорят, добрый день, вы не хотите воспользоваться нашими услугами. Без прикола в том, что я с утра подстригся, после этого антикомплименты к ним и хожу. Здесь очень приветливый персонал, доброжелательный, можно сказать, мои друзья уже. Я здесь как-то вновь. Еще салон Гуфа известен тем, что готовит к эфиру ведущих новостей 31 канала. То, что подкупает, когда сюда заходишь, это всегда атмосфера позитива, всегда встречают лучезарные улыбки, настроение сразу же поднимается, и плюс во время того, когда ты... Сам процесс происходит стрижки, когда тебе укладывают прическу, твой партнер, собственно, становится уже твоим другом. Пусть впереди будет долгая дорога, и всегда с успехами, чтобы было много приятных клиентов. Я желаю только расширяться, и в условиях кризиса еще и процветать. Высокого полета, как лесовой в первую очередь. Дай Бог им удачи в бизнесе и начинания. Побольше клиентов, новых творческих идей, развития, расширения, а также всяких разных фэшн-мероприятий, которые мы с удовольствием будем посещать. Пожеланий в тот вечер звучало много, и связаны они были не только с материальным, ведь самое, пожалуй, ценное у этой команды их корпоративный дух и творческая составляющая, способность не только вести красоту, но и встраивать на оптимизм и вдохновлять. Это Beauty Time, программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Два дня в режиме нон-стоп несколько тысяч участников форума, профессионалов, любителей фитнеса и современных танцев занимались у преподавателей из Кубы, Франции, Швеции и Москвы. Мы берем в фитнесе танцевальное направление и, естественно, хореографические роки. По контемпораре и по хит-попу это роки больше для любителей все-таки современной хореографии. Но на сегодня идет такое смешение стилей, такое проникновение и фитнеса, и хореографии друг в друга, что порой даже не отличишь, к какому направлению отнести данный вид движения. По словам организаторов фитнес-форума, главная цель события – познакомить жителей нашего города с модными танцевальными направлениями, которые, в свою очередь, происходят в результате трансформации классических стилей. Все стили трансформируются. Например, классический балет становится другим. Если взять, к примеру, Нижинского, Барышникова, Нуриева, Майо-Плесецкую – это был более эмоциональный танец. В наши дни танец более технический. Высокие прыжки, сумасшедшие повороты, требования к растяжке. Со временем все танцы трансформируются. Модерн, постмодерн, контемпорарий, даже хип-хоп. С тех пор, как я в первый раз танцевал брейк-данс, когда он только появился, он был простым. Сейчас он включает в себя много разнообразных движений. Дело не в стилях. Дело в том, что меняется тип тренировки. Классическая аэробика и степ уходят в прошлое, потому что они становятся более продвинутыми. Люди не хотят следовать рутине, поэтому в это направление приходит танец. Мы разбавляем тренировки танцем, легким танцем ниже среднего. Люди повторяют, им это нравится, и постепенно их уровень повышается. Осново кардио. Конечно же, так как люди из аэробики, мы все, да, мы зацепочены на то, чтобы был пульс, жиро-жигание, тортота, вот эти все штуки. Но, несмотря на это, все равно хочется двигаться красиво и хочется людей научить двигаться красиво. Заряда энергии и хорошего настроения участникам форума должно хватить на год, а там настанет время обновить свои знания танцевального фитнеса. Вы смотрите программу Beauty Time. Продолжаем выпуск. Модные макияжи, которые представляют визажисты на подиуме, кажется, не имеют ничего общего с реальностью, но при желании все тенденции с показов можно привнести в свою жизнь, если действовать деликатно. Визажист Дмитрий Павлов, мастер креативного макияжа, комментирует мейкап-тенденции нынешнего сезона. Начнем с контуринга. Только все успели разобраться, что это и зачем, как все внезапно стало неактуальным. Ну или лучше будет сказать, сменила тональность с бронзы на розовый. Тени, румяные губы будто окрашены одним средством и одним смахом, без каких-либо акцентов. На данный момент вариант контуринга резкого, он уже уходит в прошлое. То есть, поэтому все макияжи в стиле Ким Кардашьян, мы давайте оставим Ким Кардашьян. Сейчас более актуальный вариант дрейпинга, то есть, контурирование при помощи двух оттенков румян. Румяна вы можете наносить как на область скул, вы можете на подбородок, чуть-чуть на кончик носа, на зону лба. То есть, везде легкий румянец присутствует. Также наступивший сезон забирает у бровей доминирующую роль. Светлые и естественные брови намного выигрышнее четко прорисованных. Следующая очевидная тенденция нового сезона – яркие глаза. Никаких полутонов. Стрелки, подводки и блики выполнены насыщенными цветными пигментами. Чем на самом деле рисовать стрелки? Стрелки можете рисовать абсолютно все. Устойчивыми помадами, специальными гелевыми подводками для глаз, для бровей, для губ. Чем угодно. Я сейчас делаю достаточно толстые цветные стрелки в синем цвете. Синий – очень актуальный цвет сезона. Вообще, чем толще стрелка, тем более открытый глаз. Что касается губ, превалирует на подиумах цвет вишни, но растушеванный с мягкими перепадами. Завершает список главных мейкап-хитов аппликации. Простые и универсальные они могут войти в обиход не только больших экспериментаторов, но и любительниц лайф-макияжа. Что еще к нам пришло с подиумом? Это блестки. Блестки, различные стразы. На губы, на глаза, на стрелки, на брови. Пожалуйста. Также в моду снова возвращается когда-то бывший модным лак для волос с блестками. То есть, поэтому, когда вам в салоне красоты вдруг побрызгают волосы таким лаком, не думайте, что это салон не в тренде. Хотите быть яркой, но все-таки немножко не хватает смелости. Сейчас огромное количество подводок для губ, для глаз именно с металлическим эффектом. При помощи этих средств можно спокойно сделать как лип-арт, фейс-арт. То есть, вы можете нарисовать себе легкие веснушки. Веснушки цвета металлик достаточно актуальные. Лип-арт. То есть, легкая подводка металлизированным цветом она тоже придаст какую-то такую небольшую игривость. Немаловажное дополнение ко всем этим идеям легкая кожа без плотных текстур, маскирующих естественность. Предпочтение визажисты отдают сиянию и влажному эффекту. Для тех, кто ценит красоту и время, клиника эстетической медицины Максима Клиник представляет Уникальные аппаратные технологии за один час Красота и здоровье с максимальным комфортом Консультация в подарок плюс приятный сюрприз Телефон для записи 200 ровно 33 95 Студия красоты Гуфа Подготовим к работе и празднику за один час Гуфа Работаем для вас достойно и доступно Телефон 266 400 Вы смотрите Beauty Time Красивые подробности красивых событий в формате No Comment в завершении выпуска Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Еще больше новостей о красивых людях и красивых событиях на нашем сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях А на этом выпуск завершен до встречи Стилисты проекта Модный дом я Имидж студия Елены Ивановой Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова